Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Степанов и это 42 выпуск нашей рубрики Fresh Talk, в которой мы вместе с вами стараемся интересно обсуждать новости из жесткого и порой расслабляющего мира единоборства. Это я сейчас на массаж железу, если что, ты же понял, да? Сегодня не будем стрелять новостной батареей, а проговорим один инфоповод, который, как мне кажется, должен волновать людей, вовлеченных в мир ММА, бокса и боев на голых кулаках. Как вы все прекрасно помните, 38-летний Джастин Торнтон был нокаутирован на турнире Байернакл, далее последовала госпитализация, его частично парализовало из-за травмы позвоночника и через несколько недель он скончался. Новость, которая, безусловно, потрясла своей трагичностью, на нее реагировали многие, но самым неожиданным образом отличился глава Союза ММА России Радмир Габдулин. Вот часть его посыла, опубликованного на сайте Федерации. Мы можем рассматривать кулачные бои как смежную дисциплину, но надо взять их под контроль. Многие идут в кулачные бои за кратковременным заработком. Защитную экипировку нужно обязательно использовать, шлем или хотя бы нейтральные перчатки. Можно разработать их специально для кулачных боев. В противном случае нужно закрывать это явление. Только взяв под тотальный контроль экипировку, введя разрешенные и запрещенные правила действия, дополнительные требования к медицине, мы сможем сохранить здоровье спортсменов. И знаете, по какой причине лично для меня это сообщение от Радмира Габдулина стало полной неожиданностью? Возвращаемся в октябрь 2019-го. Турнир лиги ACA. Боец Бигзот Нурматов проигрывает поединок с судейским решением, попадает в больницу и умирает. И как на произошедшее отреагировал уже на тот момент президент Союза ММР России Радмир Габдулин? Абсолютно никак. Сейчас, когда аналогичная ситуация произошла совершенно в другой стране, совершенно в другой дисциплине, реакция последовала незамедлительно. А когда то же самое происходит в месте, к которому ты имеешь непосредственное отношение, где ты можешь инициировать какое-то расследование, разбирательство, где ты можешь авторитетно потребовать лучшего обеспечения безопасности для спортсменов, тут тишина. Ну и тут я подумал, с кем можно было бы не чиновничьим языком обсудить вот всю эту ситуацию в целом. Ну и, конечно, в голову первым делом пришел сами знаете кто. Давайте начнем общаться. Глава Союза ММР России, когда увидел новость о летальном исходе после боя на голых кулаках в США, отреагировал, мол, надо взять эту дисциплину в России под контроль, а в противном случае запретить. А какая у тебя была первая реакция на смерть в кулачке? Ну я про то, чтобы запретить кулачку не подумал, просто потому что летальные исходы же случаются и в других видах единоборств, так справедливости ради, по крайней мере во всех тех, где бьют по голове. Поправь меня, пару лет назад какой-то спортсмен умер после турнира на Дажбой Синий. Было же, да? Вот, но как бы это же не повод запрещать ММА. Другое дело, что нужно, может быть, действительно усиливать медицинский контроль и медицинское сопровождение за теми дисциплинами, где подобные случаи происходят, хотя они не являются частыми. Опять же, возможно, Ратмир немножко больше об этом знает и у него есть какая-то там статистика или может быть какое-то научное заключение относительно того, что в кулачке происходит. В моем понимании риск умереть в кулачке не выше, чем в боксе, потому что в боксе тоже очень много бьют в голову и на самом деле тоннаж ударов и количество ударов может быть даже больше. Ну, потому что в перчатках, как бы, да, удар все-таки имеет свою специфику, он тоже довольно тяжелый. То есть, Ратмир совершенно точно прав в том, что нужно там брать на контроль, усиливать. Здесь я с ним согласен, но я не соглашусь с тем, что это касается только кулачки. Это, в принципе, касается всех единоборств. Я уверен, что у человека, который погиб, у него наверняка были какие-то проблемы со здоровьем. Наверняка. И, видимо, тот набор документов, который у него был запрошен, он его либо не создал, то есть не прошел все необходимые тесты, либо у него действительно организаторы просто этот набор документов не попросили. Ну, это там МРТ и так далее и тому подобное. А теперь вопрос. А что, в ММА это всегда просят? Я уверен, что, ну, может быть, просят всегда, но редко кто это выполняет. Давайте будем честны. Есть, наверное, только одна организация в мире, или, может быть, две. Это UFC и One, которые по-настоящему, по-взрослому относятся к всему, что связано со здоровьем спортсменом. Все остальные организации, а я там бывал на многих турнирах и внутри бывал, относятся к этому все равно, ну, давайте прямо скажем, символически. Та организатор снимает с себя всю ответственность, просит из бойцов расписки и так далее, и тому подобное там, но по большому счету, вот никто никогда сильно не вникает. Поэтому, если брать на контроль, то брать нужно всю индустрию единоборств, то есть все те виды спорта, где бьют по голове. Вот и все. Вот Габдулин говорит, если мы будем смотреть, как они хаотично развиваются в России, ну, имеется в виду кулачные бои, то рано или поздно получим летальный исход. А понимаешь ли ты, что подразумевается под словом «хаотично»? Ну, наверное, Ратмир имеет в виду то, что индустрия молодая, и сегодня все, кому не лень, условно, да, они начали делать там какие-то кулачные бои. Есть организации, которые уже существуют некоторое время и уже на какой-то определенный уровень вышли, но я не знаю, сейчас никого не хочу забыть, но там «Хардкор», «Топдог», они уже как бы на виду, получается, да, и в этих организациях уже наверняка даже спортсмены более высокого класса выступают, у которых уровень профессионализма и оценки ситуации выше. Но при этом еще 15-20 промоушенов кулачных развивается параллельно. И я уверен, что там нет вообще даже близко ничего, что связано с каким-то медицинским сопровождением, безопасностью и так далее. Я думаю, что именно это под словом «хаотично» подразумевал Ратмир, говоря о том, что, ну, согласитесь, мы все как бы, плюс-минус, даже если не следим, мы видим, что постоянно возникают новые промоушены. А когда организаторы зачастую довольно молодые люди, не всегда опытные, ну, там, бывшие бойцы, например, да, ребята, которые еще не успели, ну, много узнать. Я сам когда-то был в этой шкуре, и могу сказать, что уровень как бы моего в этом плане, моей компетенции сейчас и в 2010 году он был принципиально разный. И если бы тогда в 2010 году появилось еще 20 «Файтнайтсов», то, конечно, количество детальных исходов было бы гораздо выше. Это факт. Вот и как раз, да, самая главная, наверное, противоречия, самый главный вопрос, который у меня возник в этой ситуации. Вот как раз, да, ровно два года назад, когда Бигзот Турматов скончался после боя на турнире ASEA, тогда, во-первых, ну, возникло много вопросов к Лиге, так как новости об этом исходили как бы не от организации, а от сторонних источников, и могло сложиться ощущение, там, будто бы Лига и Бигзот замалчивало. Хотя, конечно, это может быть не так, но впечатление было такое. А во-вторых, вопросы были и к Союзу ММА, тогда уже президентом был Радмир Габтулин, и реакции вот не последовало никакой. То есть получается, что президент Союза ММА России, он как бы следит за боями на голых кулаках в США пристальнее, чем за смешанными единоборствами в нашей стране. Понимаешь, Ярик, тут как посмотреть. На самом деле, если есть организация наподобие там ASEA, в которой, в принципе, все равно существуют регламенты, порядок и так далее, да, это же объективно, это факт. Мы же видим, что в ASEA, там, да, может быть, в каких-то вещах все по-прежнему там на российском уровне, да, вот не на американском, да, не на уровне UFC, скажем так. Но все-таки там справедливости ради мы видим, что у них там всегда бригады катманов работают, сервисмены и так далее, да. И, наверное, если что-то в этой лиге происходит, то необязательно в это вникать Ратмиру Габдулину. То есть, совершенно точно от имени лиги есть кому сказать. И все-таки в этой лиге регламенты существуют. Поэтому я думаю, что туда Ратмир не лез особо. А так, если сейчас как бы подвергать Ратмиру Габдулину критике, ну, знаешь, на самом деле можно, в принципе, очень долго российский ММА критиковать. Вот. И говорить о том, что у нас одного нет, второго, третьего, четвертого. Но у нас, с другой стороны, давай называть вещи своими именами, у нас все-таки законодательство, оно, в принципе, не на стороне, в данном случае, союза ММА, потому что у нас законодательство даже толком не регламентирует систему взаимоотношений между лигами и, там, федерацией, например, да. Это не Америка, где без лицензии, без лицензии атлетической комиссии ни один турнир нельзя провести. И там государство полномачивает атлетическую комиссию. А у нас государство, федерацию, по сути, не уполномачивает. Вот. Поэтому у нас сегодня взаимоотношения лиг и союза ММА, по сути, носит, ну, скажем так, добровольный характер. Поэтому я критиковать не буду, да. Ну, конечно, все мы понимаем, что в союзе ММА в целом еще много есть куда расти. Просто вот, знаешь, у меня первая аналогия, которая возникла. Я помню, ну, когда еще Федор Емельяненко был президентом союза ММА, при том, что многие понимали, что он был на этой должности, ну, как такой, авторитетный человек из мира смешанных единоборств. Ему даже, наверное, не обязательно было что-то говорить в некоторых случаях. Но вот когда был эпизод с детскими боями в Грозном, он высказался, при том, что это была такая, ну, очевидно, острая тема. И он высказался, потому что он человек, который отвечает за ММА в стране, ну, в лице, как бы, в понимании многих. И на тот момент, когда вот случилось это в ACA, я думаю, что многие ждали какой-то реакции от союза ММА, от президента союза ММА в лице тогда Радмира Габдулина, ну, и сейчас. И поэтому вот вызвало это такие вопросы. Ну, по крайней мере, у меня вопросы возникли. Почему тогда реакции не было, а сейчас на кулачку вопросы появились? Ну, это выглядит немножко, если честно, это выглядит немножко как, как будто бы более такой зрелый и старший вид спорта союза ММА. Как будто он решил немножко загасить кулачку более молодую. Где-то даже из соображения ревности какой-то, да, вот, типа, кулачка развивается, а мы не так быстро развиваемся. И, типа, давай их, мол, порицать, наказывать и останавливать их в их развитии. Да, к примеру. Но я не думаю, что на самом деле именно такой был посыл у Радмира. Он, в принципе, здесь рассуждает абсолютно как функционер. Ну, просто вот как функционер даже из другого вида спорта. Другое дело, что здесь тоже нужно Радмиру задать вопрос. Радмир говорит, что это нужно все брать на контроль, либо Радмир говорит, мы это возьмем на контроль. Это, как говорится, две большие разницы, как в Одессе говорят. Если Радмир говорит, это надо брать на контроль, он прав на 100%. Если он говорит, мы это должны взять, мы, Союз ММА, на контроль, то наверняка можно задать ему вопрос, а вообще с какого перепугу, извиняюсь, вы, Союз ММА, должны брать это на контроль, учитывая, что вы еще у себя внутри как бы тоже не до конца разобрались. Ну, вот как-то так, да. Вот ты человек из самой глубины этой индустрии, и вот интересно, а тот случай на ASEA, тот случай с Бигзотом и Думатомом, он каким-то образом повлиял на смешанное недоборство в нашей стране? Ну, я имею в виду, вот ты как-то это прочувствовал, что нужно увеличивать... Абсолютно не повлиял никак, абсолютно. То есть, знаешь, честно тебе скажу, так, ну, парня жалко, да, недельку-две как бы все так поднапряглись, а потом забыли и дальше продолжили, кто влез, кто по дровах. Вот это как есть. Скажешь, что мы сейчас сделали какие-то великие выводы, все изменили, как это когда-то сделал Иван, если честно, это не так, потому что у нас иногда, знаешь как, иногда у нас организации российские, не говорю там Fight Night, ASEA какие-то, многие, наверное, это где-то и нас касается, они думают, да не, ну что тут лишние деньги платить, и так нормально. Вот такая ситуация. Грустно. Лучше сладостные лжи, беспощадная правда, как пел Владимир Пресняков. Мы уже проговорили, да, что, по сути, ну, действительно, в 15-минутном бою, там, по правилам ММА, где бьют ногами, локтями, коленями, руками, проводят броски, риск получить травму, какую-то несовместимую жизнь, он, как бы, наверное, чуть выше, чем в 6-минутном бою на голых кулаках. И вот есть ощущение, что Радмир Габдулин, предлагая регламентировать, там, чуть строже бои, опять же, на кулаках, он немножко наступает себе на горло, потому что, ну, так можно же и инициировать введение какой-то дополнительной защиты в ММА. Шлема те же. Ну, я здесь, Ярик, не соглашусь, что в ММА выше риск. Объясню, почему. Потому что там пацаны выскакивают, и 6 минут, посмотрю, кулачные бои. Они просто без остановки друг другу в голову бьют. А в ММА различные техники, дистанция чуть другая, другая, потому что спортсмены, там, не ударники, ударники не хотят лишний раз борьбу, там, завязаться и так далее. Плюс в партере много времени проходит. Ну, я примерно бы их сравнил. А в боксе, вот в боксе конкретно, там прям много бьют в голову, потому что там защита, как таковая, она есть, да, даже ты просто руками защищаешься, ставишь перчатки. И поэтому бьют много. И вот эта вот нагрузка на голову очень приличная. Но еще раз, в целом, я скажу, что все эти виды спорта, они опасны в той или иной степени для здоровья. Поэтому профилактикой нужно заниматься. И говоря о том, что с этим нужно что-то делать, Радмир Гавдулин абсолютно прав. Я, знаешь как, вот если мне скажут, Камил, тебе теперь нужно тратить больше денег, но ты получишь квалифицированное медицинско-юридическое сопровождение, я, честно говоря, соглашусь. А молодые лиги некоторые, которые там вообще концы с концами, или сводят, или только начали, они, наверное, не согласятся. Ну что ж, друзья, на этом все. Обязательно в комментариях напишите свое мнение по ситуации. Обязательно обсудим. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, ведь здесь частенько бывает интересно. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok